Музыка звучит, нас там очень ждут Побежали вместе, маленький мой друг В магазин чудес, в наш магазин чудес Будем вместе мы весело играть В песне петь и Бога узнавать Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес Здравствуйте, дорогие наши друзья Так приятно называть вас нашими друзьями, правда, Жанна? Конечно, приятно И с такими друзьями, как вы, приятно встречаться во время рождественских и новогодних праздников Как вы уже, наверное, заметили, мы с Жанной сегодня готовимся к особенной встрече с вами И с гостями, которые уже скоро должны прийти Сегодня мы все вместе хотим вспомнить о рождении в этот мир Иисуса Христа Когда мы готовимся к какому-либо празднику и ждем гостей Конечно же, мы должны позаботиться об особом угощении Я уже испекла рождественские печенья Жанна, ведь сейчас пора праздников Возможно, нашим зрителям также предстоит прием гостей у себя дома Может быть, ты поделишься рецептом этого печенья? С удовольствием! Дорогие друзья, вы можете испечь печенье по любимому вашему рецепту Главное, чтобы они были какой-то формы И потом просто украсить их торжественно и празднично Для этого вы можете использовать все, что у вас есть дома Например, изюм, орехи, шоколад Или же можете купить специальные праздничные присыпки Я украсила печенье белком взбитым и шоколадной глазурью Для того, чтобы получился у вас вот такой белок Вам нужно от двух яиц отделить белки и взбить их с половиной стакана сахара Глазурь шоколадную сварить немножечко сложнее Но если вы попросите, и вам помогут взрослые То у вас тоже все хорошо получится Вам нужно взять 2 столовые ложки сметаны 3 столовые ложки сахара 2 чайные ложки какао Все это хорошо перемешать в маленькой кастрюльке И довести до кипения, непрерывно помешивая на небольшом огне После того, как масса закипит Вам нужно туда добавить 5-10 грамм сливочного масла Хорошенько перемешать и снова довести до кипения Через 20 минут, когда глазурь немного остынет Ей можно намазать печенье и также его украсить Жанна, скажи, а как много времени ушло у тебя на приготовление этого печенья? Не очень много, ведь я пекла печенье по своему любимому рецепту Спасибо тебе большое за то, что ты так постаралась Ну что ж, угощение у нас готово Осталось только украсить елочку Мы уже приготовили разные игрушки для елки Нам не хватает только красивой звезды Которую мы поместим прямо на макушку елки Но это не проблема Потому что у Жанны есть идеи на все случаи жизни Пока она будет показывать, как изготовить своими руками звезду Я займусь украшением елочки Хорошо? Хорошо Ребята, для изготовления рождественской звезды Нам понадобится 6 квадратных листов блестящей бумаги Я использовала фольгу Еще понадобится нам иголка с ниткой Клей-карандаш и ножницы Я прошу вас сейчас быть внимательными Потому что я вам покажу, как делать модуль И потом из таких модулей мы соберем уже нашу звезду Квадрат бумаги нам нужно сложить два раза по диагонали Обратите внимание, что резать нужно будет вот с этой стороны Где у нас вот здесь двойной глухой угол Резать мы будем параллельно основной стороне квадрата Полосочек может быть 4, 5, 6, как вам понравится После того, как нарезали Аккуратно открываем Расправляем полностью У нас должна получиться вот такая заготовочка Теперь смотрите внимательно Нам нужно брать с двух сторон парные полосочки И склеивать их друг с другом Склеивать нужно через одну Начинаем склеивать с маленьких Потом двигаемся к большим Одну я пропускаю А следующие две снова склеиваю И так до самого конца После того, как я закончила склеивать полосочки с одной стороны Я переворачиваю и начинаю склеивать с другой Вот так Вот получился вот такой модуль Теперь у каждого модуля с одной стороны нам нужно согнуть кончик Теперь приступаем к сборке Нужно склеивать боковые стороны наших модулей Сначала склеиваем три модуля боковыми сторонами Потом собираем серединку Вот эти уголочки, которые мы согнули Мы их намазываем клеем и приклеиваем друг к другу Вот так Теперь берем следующие три И склеиваем точно так же Ну, теперь приступаем к окончательной сборке Все вместе вот так складываем Закрепляем сначала Две боковые стороны Серединки И все Склеиваем последние боковые стороны И теперь, ребята, при помощи иголки и нитки Вы сможете повесить вашу звезду на самую макушку елочки Эми, Жанна, здравствуйте Смотрите, что мне дедушка подарил на Рождество А ну-ка, показывай Видите, теперь у меня есть своя Библия с картинками Так это просто отлично Только теперь не забывай ее почаще читать Мы уже немного почитали с дедушкой А о чем же вы читали? О том, как родился Иисус Христос Эми, а это правда, что до того, как он родился, люди его уже ждали? Это правда Рождение Иисуса Христа было предсказано в Библии задолго до этого события И многие люди ожидали этого А с тех самых пор Рождество Иисуса является большой радостью для всех верующих людей Я предлагаю тебе и нашим зрителям послушать об этом замечательную песенку На радость Иисус родился Нам спасенье принес Прислушайтесь, поют небеса Но ангельский хор прославляет Христа На радость Иисус родился На радость Иисус родился На радость Иисус родился Нам спасенье принес Владенец чудный Имануил Возрадуйтесь, люди, наш Бог посетил На радость Иисус родился На радость Иисус родился На радость Иисус родился Нам спасенье принес Пока мы слушали песенку, к нам присоединились гости, к приходу которых мы так готовились Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Я очень рада, что вы к нам сегодня наконец-то пришли Роберт, представь нам, пожалуйста, своих друзей Это Саша и Надя Мои очень хорошие друзья Я им давно рассказывала о нашем магазинчике И вот, наконец-то, они пришли Здравствуйте, ребята! А у вас тут и правда очень хорошо Спасибо, что пригласили нас с Надей Да у вас красивая елка! Как вкусно пахнет! Спасибо! С елочкой мы уже и правда практически закончили Но по замыслу Жанны под елочкой еще должны стоять несколько снеговичков Хотите научиться делать снеговиков? Да! Да! Ну, если все согласны, тогда давайте приступать! Ребята, для того, чтобы сделать таких веселых снеговиков Вам прежде всего понадобятся белые носки Соль и резиночки для волос А также для украшения разные аксессуары Сделать снеговиков очень просто Вы сейчас даже удивитесь Сначала нужно взять носочек и завернуть его Вот так До основания пятки И теперь в носочек начинаем насыпать соль Как только насыпется полный носочек Ну, до того места, как вы закрутили Можно будет это закрепить резиночкой для волос Так, хорошо Теперь носочек разворачиваем И закрепляем резиночкой Так, как обычно девочкам завязывают хвостики Снова заворачиваем носочек Разправляем носочек Сверху закрепляем резиночкой То, что осталось вот это вверху Мы заворачиваем Это будет основание для шапочки После того, как вы закончили насыпать носочки Вот получились такие снеговики Теперь нужно их украшать Я предлагаю начать с лица Посмотрите, ребятам приготовила пуговицы Вот такие ротики вырезала Можно все вырезать из бумаги Можно пуговки, можно бусинки Для того, чтобы сделать нос морковку из бумаги Вам нужно взять полоску оранжевого цвета Шириной где-то полсантиметра И аккуратненько намотать ее на зубочистку Это можно снять И просто сворачивать Когда вы закрутите ролл до конца То кончик нужно будет намазать клеем и приклеить И при помощи чистой стороны зубочистки Аккуратненько выдвинуть вот так вперед Вот получается вот такая форма морковки И нос Немножко подержать Теперь, когда у нас снеговики с глазками С ротиками, с носиками Можно приступить к прикреплению ручек Посмотрите, я ребятам приготовила белую проволоку Для того, чтобы у них были ручки Хорошие у снеговиков Просто между головкой и туловищем Нужно вставить ручки А я хочу сделать ручки, как у настоящего снеговика Вот такие палочки Чтобы палочки можно было приклеить к снеговику Я взяла небольшой кусочек бумаги Нарезала его бахромой с одной стороны И приклеила просто к палочке После того, как на обеих палочках сделано крепление Мы их приклеиваем к снеговику по бокам Все, теперь наших снеговиков нужно одеть Посмотрите, я ребятам приготовила шапочки, шарфики, рукавички Можете, ребята, одевать своих снеговиков, пожалуйста А своему снеговику я приготовила вот такое ведерко Оклеила салфеткой одноразовый стаканчик И приготовила вот такую бабочку Чтобы он был на самом деле очень смешной Вы можете своим снеговикам, например, приклеить пуговички впереди Придумать какие-нибудь другие смешные шапочки То есть здесь уже может разгуляться ваша фантазия Ну вот таких замечательных снеговичков научились мы делать И теперь у каждого из вас будет возможность взять По одному из этих снеговичков Отнести к себе домой и поставить под елочку Договорились? Да Эми, а расскажите нам, как на эту землю пришел Иисус Христос? С удовольствием! Ведь я никогда не устану повторять этот чудесный рассказ Тем более, что с нами сегодня гости Вы знаете, праздник Рождества становится действительно особенным Если мы кому-то рассказываем о рождении Иисуса Христа На протяжении тысяч лет, с самого начала существования мира Люди с нетерпением ожидали прихода Иисуса Христа Люди верили, что придет время И Бог пошлет кого-то, кто положит конец всякому злу В Ветхом Завете не раз встречаются пророчества о пришествии Мессии Спасители людей Многие матери не раз задумывались Не их ли собственный мальчик будет тем, о ком упоминалось в пророчествах На небесах тоже было великое ожидание Потому что ангелы знали Близко время, когда их господин сойдет на землю Чтобы воплотиться в человека и жить среди людей Одному из их числа, Гавриилу, было поручено посетить Марию И сказать ей о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Для этого он поспешил на землю Радуйся, благодатная, сказал он Марии Господь с тобою, не бойся Ибо ты обрела благодать у Бога И вот ты зачнешь и родишь сына И наречешь ему имя Иисус Он будет велик и наречется сыном Всевышнего Ничего себе интересно А как это, когда с тобой разговаривает сам ангел? А Мария не испугалась разговора с ангелом? Конечно же, сначала Мария подумала, что ей снится сон Но она очень быстро пришла в себя Бог не зря избрал ее среди всех женщин Она была очень мудрой, ответственной и отважной девушкой И вот теперь великое ожидание вошло и в сердце этой чистой, милой девушки По мере того, как она раздумывала над словами ангела Ведь она всегда верила, что Мессия придет Но она никогда даже не осмеливалась надеяться, что Он явится через нее Далеко от Восточной Палестины, возможно, в Персии или в Аравии Собрались мудрецы, чтобы изучать пророчества Священного Писания Они были учеными людьми, философами, астрономами И они все больше укреплялись в уверенности, что час, когда придет Мессия, совсем рядом Однажды вечером они увидели звезду, превосходящую по яркости и красоте все звезды, что когда-либо были на небе Она двигалась к Палестине и, казалось, манила их за собой И им ничего не оставалось, как сесть на своих верблюдов и устремиться за ней через пустыню Они были уверены, что Мессия рядом Поэтому они взяли с собой богатые дары Золото, ладан и смирну Вы знаете, ребята, все, что происходило, было описано в Библии И теперь сбывалось в точности Мы с вами всегда должны помнить, что Бог держит весь мир в своих руках Его обещания всегда сбываются именно так, как о них написано в Священном Писании Давайте послушаем об этом замечательную песенку Он держит весь мир в своих руках Он держит весь мир в своих руках Он держит дождь и ветер в своих руках Он держит малых детях в своих руках Он держит целыми в своих руках Он держит целыми в своих руках А теперь представьте себе картину Все дороги Палестины заполнились людьми И люди двигались в разных направлениях А причина всей этой суматохи была в том, что вышел указ Кесаря Августа сделать перепись по всей земле Каждый должен был возвратиться в свой родной город Чтобы принять участие в переписи И вот среди всех этих людей верхом на осле ехала девушка Молодая и красивая, но очень усталая Но об остановке не могло быть и речи Потому что уже было поздно А им с Иосифом надо было попасть в Вифлеем до наступления ночи Ведь столько людей путешествовало в те дни А Иосиф беспокоился о том, смогут ли они найти для себя место в гостинице Уже стемнело Во многих домах горели маленькие лампы Когда Иосиф с Марией вошли в деревню и направились на постоялый двор В конце концов они постучали в одну дверь На стук появился хозяин И сказал Простите, но мест уже нет Все комнаты давным-давно заказаны Иосиф пытался убедить этого человека Он сказал Посмотрите на мою жену У нас скоро должен родиться младенец Но неужели не найдется для нас какое-нибудь местечко И вы знаете, что ответил хозяин гостиницы? Он предложил Иосифу и Марии переночевать в хлеву Надо было так неуютно и пахнет хорошо Но у Марии и Иосифа не было выбора Они пошли в сарай, где жили разные животные Иосиф собрал солому, чтобы сделать постель для усталой Марии А Мария обратила внимание на ясли, наполовину заполненные сеном для кормления коров В эти ясли можно было бы положить младенца, подумала она В хлеву, если бы не лучи маленькой лампы, было бы совсем темно Но там, вверху, прямо над их головами сиял чудесный свет Это ангелы с нетерпением ожидали минуты, когда родится Сын Божий, чтобы запеть песнь прославления Остана, осана, осана, вишни Остана, осана, осана, вишни Слава, 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 слава царю царей Слава, слава, слава царю царей Мы возносим тебя Сердцем полным полом Будь прославлен Господь, мой Бог Остана, остана, осана, осана, вишни Остана, осана, вишни Остана, осана, осана, вишни Мы возносим тебя Сердцем полным полом Будь прославлен Господь, мой Бог Остана, вишни Остана, вишни Остана, вишни Остана, вишни А в это время, недалеко от Пифлеема, пастухи стояли, столпившись и смотрели на прекрасное создание, находившееся рядом с ними Может быть это и есть обещанный С любовью и надеждой Они пели прославляющую песню Остана, вишни Остана, вишни Остана, вишни Знаете, что они спрашивали Где родившийся царь Остана, вишни 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 рассказать своим друзьям. Ну как, вам понравилось печенье? Вкусно? Да. С Рождеством вас, дорогие друзья! Никогда не забывайте, что Иисус Христос не просто родился в этот мир, но Он стал нашим Спасителем. Редактор субтитров А.Семкин